Набережная в Амеретинской низменности переживает второе рождение. Сотни горожан пришли сюда семьями в день города, чтобы принять участие в эстафете здоровья протяженностью 2014 метров. Многие взяли с собой велосипеды и ролики. Перед стартом, как и положено, разминка. С помощью инструкторов по фитнесу спортсмены разогревались под музыку и готовились к забегу. Начинался марафон здоровья от сквера Надежды. Жители Адлера получили ко дню города 4700 квадратных метров новой прогулочной зоны с зелеными газонами, цветами, растениями и малыми архитектурными формами. Мария и Руслан Папазян – частые гости на Амеретинской набережной. Вместе с сыном проводят здесь большую часть свободного времени. Очень красиво, чисто. Постоянно гуляем по вечерам с семьей. Спасибо, что так сделали. Все красиво, зелень, цветочки. Приятно даже выйти. Честно говоря, не ожидали, что так будет. Занимаемся активным отдыхом, на великах катаемся, на роликах. Вообще супер молодцы. Сквер Надежды, по мнению главы города, стал символом развития курорта как города здоровья. Если мы живем в городе здоровья, то должны быть здоровы, правда ли? Да! В марафонский забег на 2014 метров решили отправиться все, кто пришел на праздник. Финишировать им предстояло в Олимпийском парке. Для города, который взял олимпийскую планку одного из лучших городов страны, это было символично. Дадим старт! Россия! Вперед! В считанные минуты набережная стала стадионом для любителей бега. Семьи не пытались установить рекорды, но готовы были дойти до финиша в полном составе. Вместе с ними преодолел дистанцию и глава города с руководством района. Мэр отметил, люди поддерживали чистоту набережной, определил, что еще необходимо сделать и пригласил всех на массовые гуляния, которые проходили в центре Адлера. В концерте участвовали творческие коллективы города, а одним из самых зрелищных моментов стал танцевальный флешмоб. Народные умельцы провели мастер-классы. Преподаватели школы искусства обучали всех желающих азам живописи и рисунка. Здесь же можно было попробовать чай, выращенный на сочинских плантациях, сладости и выпечку. Люди радовались развитию района и его обновленному облику. Все, что делается в городе, и городская среда, и дороги, и социальная сфера, и, конечно, это прежде всего внимание к людям. Это дойти до каждого, увидеть их проблемы, заняться воспитанием подрастающего поколения, воспитывать наших жителей в духе патриотизма. Это все есть задачи нашей власти и, конечно, они все отражены в нашей карте «Я люблю Сочи». В честь праздника глава города подарил жителям Адлера проект нового скейт-парка. Его строительство пройдет в начале следующего года. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».